Со стороны, извне, было столько высокомерия в отношении Зеленского, мол, там клоун, шут, шоумен, не на своем месте, там, бла-бла, и так далее. А посмотрите, как он ведет себя сейчас, когда началась война. Дагестанец Лакитц Информатизации. В 22-м году у каждого на руках есть гаджет, и он получает информацию непосредственно оттуда, там, где идут эти события. Сейчас не 15-й век, не 16-й, когда глашатай должны прийти на рынок и озвучить какую-то информацию, что вот, мол, наши войска отправлены куда-то, они там одержали победу или еще там что-то. И здесь, стоящий на этом рынке человек, у него нет другой информации, кроме как этой. Но сегодня вообще не то время. А российское командование, оно до сих пор живет как будто бы в те времена, когда можно было просто соврать, когда Чернобыльский взрыв, можно было о нем не говорить, говорить, что ничего не произошло, и люди не могли иначе никак получить информацию. Сейчас же не это время. Сейчас тебе прямо из этой Чернобыльской станции, если бы вот сегодня этот взрыв произошел, то прямо оттуда нам вещали, скидывали бы нам ролики, прямо из этой жидкости. Так что, это настолько глупо на самом деле. А жертв будет много, друзья, кавказцы, жертв будет много. Все те, кто туда уехал, попал вообще в Украину, кто участвует в этой войне на стороне России, это потенциальные жертвы. Все должны быть готовы к тому, что к вам привезут грузом 200. Или не привезут, а просто скажут, что пропал без вести. Нужно быть к этому готовым. Я поэтому говорю, думайте, что с этим делать. Видел, как чувак натирает салом патроны и приговаривает, что вот, мол, теперь мусульмане попадут в ад благодаря такому апгрейду. Интересно, он хоть понимает, что на стороне Украины тоже выйдут мусульмане. Кстати, я хотел бы вот отдельно по таким видеороликам сказать. Имейте в виду, среди украинцев там тоже найдутся не совсем адекватные люди, которые будут оскорблять религию, будут вот подобные вещи делать. Или которые, например, имеют мнение, что какая разница, все они там, наши враги, просто нас там ненавидят из националистических убеждений или там из религиозных убеждений. Такие люди, какая-то часть небольшая, она среди них будет. И какие-то такие ролики, они будут просачиваться. На основании этого ни в коем случае нельзя делать вывод в целом о всех украинцах. Там достаточно, в самой Украине, достаточно граждан Украины, мусульман. Особенно, большинство из них это крымские татары. Есть и другие представители Кавказского народа, которые являются гражданами Украины. Они все являются мусульманами. И вопросы вот с такими какими-то отморозками, там есть кому эти вопросы решить. Там есть люди, которые донесут, исправят, поставят на место. Нам ни в коем случае нельзя поддаваться на подобные провокации. Имейте в виду, что да, такие люди среди них будут, но это меньшинство, это какие-то там единицы. Большинство людей, большинство украинцев, это абсолютно нормальные, адекватные люди. Прекрасно понимают, что пришедшие к ним на их территорию воевать с ними кадыровцы в рядах российской армии. Это никакие не мусульмане. Это российские солдаты. Какие они мусульмане? Как может мусульманин прийти в составе российской армии с российским шифроном на рукаве? Тем более кавказец, тем более чеченец, которого с этим шифроном эта армия убивала. Вот совсем недавно его отца, скорее всего, убила эта армия. Вы знаете, сколько среди вот тех, кто сегодня пришел в качестве российских солдат на территорию Украины, сколько среди них тех, чьи отцы были убиты этой российской армией? Чьи там братья, дедушки, дяди, тети были убиты этой армией? Сколько среди них таких? Поэтому их большинство понимает, что это вообще как бы бред. Какие патроны салом натирать? Что это такое? Но есть, к сожалению, вот эти вот единицы, но с ними там сами украинцы разберутся. Не переживайте по этому поводу. Нам не нужно даже на это реагировать, как-то на это отвечать. Там есть наши братья, которые ответят. Вот если надо, на место поставят, жестко скажут. Там есть, не переживайте. То есть, даже если безумный дед захватит Украину, то на ней он не остановится и потребует дальше от НАТО. Убрать оружие из Европы, неспоста Украину называют форпостом Европы. Если Путин, если Путину удастся захватить Украину, то мало этому миру не покажется. Это настолько придаст уверенности этому чёрному деду, что дальше события будут развиваться уже очень серьёзно. Так что Путину захватить Украину никто не даст. Если, конечно, этот мир не зашёл с ума, то позволить Путину захватить Украину просто нельзя. Что-то надо делать. Ну что, разъясни одно. Если Украина войдёт в НАТО, то Америка установит свои ракеты. А ракеты лететь, типа, до Москвы всего лишь 4 минуты. И, типа, Путин поэтому против этого. Поэтому поступил, как поступил. Слушайте, Путин уже поступил, как поступил. Зеленский... Вообще, самое парадоксальное в этой истории, что Зеленский жалуется на НАТО, на Запад вообще в целом, на Европейский Союз за то, что их не принимают. То есть, он просит их принять, Запад их не принимает. А Путин нападает на Украину из-за того, что якобы их собираются принять. На самом деле, если бы Россия ввела правильную внутреннюю и внешнюю политику, то у неё вообще не было бы никаких проблем с НАТО. И все проблемы, которые есть у России и с НАТО, это проблемы Путина. У россиян, у России нет никаких проблем с НАТО. И не должно быть их, в общем-то. Кстати говоря, хочу сказать насчёт Зеленского. Кто бы что ни говорил, я сейчас не буду во внутреннюю украинскую повестку ходить. Понимаю, что там у них есть внутренняя борьба в отношении Зеленского. Есть много критики внутри. И здесь я вообще не об этом сейчас говорю. Я хочу сказать, вот, со стороны извне было столько высокомерия в отношении Зеленского. Мол, там клоун, шут, шоумен, не на своём месте, там, бла-бла и так далее. А посмотрите, как он ведёт себя сейчас, когда началась война. Я хочу выразить ему респект за это. Молодец. Никуда не уехал, никуда не эвакуировался, ни сам, ни свою семью. Находится непосредственно вместе со своим народом. И отражает эту атаку. Субтитры подогнал Игорь Негода.